здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о некоторых вредных советах которые вы можете услышать в интернете и первый вредный совет который вы можете услышать это всевозможное использование стирального порошка саду и огороде такое использование может касаться как использование воды которая получилась после стиральной машины например после стирки или после ручной стирки и также специального использования стирального порошка для борьбы с разными болезнями и вредителями что я могу по этому поводу сказать буду краток это ужас это просто недопустимо если вы экономите воду и цените ресурсы, это очень правильно, это очень хорошо. И пожалуйста, используйте воду, которая у вас получилась после стирки, исключительно для черных бытовых стоков, то есть для унитаза, чтобы заливать бачок в унитаз и использовать эту воду для слива. Ни в коем случае не используйте ее для полива огородных растений. И совсем уж варварство использовать стиральный порошок для добавления в препараты по защите растений, либо использовать непосредственно стиральный порошок для защиты растений, например, от луковой мухи, тли или каких-то еще заболеваний. Дело в том, что стиральные порошки, особенно современные, содержат в своем составе огромное количество препаратов, всевозможных веществ, вредных как для растений, так и для окружающей среды. Особую опасность представляют всевозможные кислородные отбеливатели. Они обладают сильным оксидантным свойством. Конечно, они могут в высокой концентрации убить какие-то и болезни, и вредители, но одновременно они наносят урон и растениям, и природе. Большую опасность составляют всевозможные поверхностно-активные вещества. И если поверхностно-активные вещества обыкновенного кускового натриевого мыла очень быстро подхватываются микроорганизмами и используются в качестве источников энергии, можно сказать, что оно экологически безопасно, поэтому мы его всюду рекомендуем использовать в качестве пленкообразователя, в качестве закрепителя на листьях, чтобы снимать поверхностно-активное натяжение, чтобы капелек не было, чтобы капельки растекались равномерно, то те поверхностно-активные вещества с разветвленными цепочками, алкилсульфатные соединения, которые сюда входят, являются очень и очень вредными. Я вот взял порошок для детей, для ребенка, наверное, самый безобидный по составу. И на самом деле состав меня тоже совсем-совсем не радует. Тут и пеногасители, и неоногенные паф, и энзимы, практически отбеливатели, чего здесь только нет. Поэтому с точки зрения экологии и правильности использования в саду и вреда для растений, использование соды – это еще детский лепет. Хуже всего – это использование стирального порошка. Никогда так не поступайте. Следующий вредный совет, который мы с вами разберем, это использование крахмала для подкормки растений. По интернету гуляет и уже довольно давно бытует мнение, что использование крахмала, как и картофельных очисток, богатых крахмалом, является хорошим удобрением для растений, с тем, чтобы увеличить сахаристость, например, смородины, там еще чего-то, и вообще укрепить растения. Дело в том, что крахмал является полимером, трудноусвояемым сложным углеводом. Состоит он из глюкозы. Когда он попадает в почву в составе картофельных очисток или в чистом виде, он подхватывается микрофлорой, которая способна усваивать крахмал, у которых есть фермент амилаза, такой же, как у нас в нашем организме, потому что мы можем усваивать крахмал, и, соответственно, использует его в качестве источника энергии. Как-то опосредованно, в принципе, польза какая-то может быть, в том смысле, что может поддержаться микрофлора почвы. Но такое нарушение баланса микрофлоры, когда преимущество получат микроорганизмы, способные к усвоению, расщеплению крахмала, является чрезвычайно вредным. Мы нарушаем естественный микробиом почвы. Еще обогащение микробиома почвы какими-то естественными обитателями почв, такими как азотобактер или сенная палочка, это еще более-менее естественно. Но вот такое варварское внесение подобного рода углеводов является абсолютно неестественным и абсолютно вредным. Никогда так не делать. Это не только трата ваших денег и отсутствие каких-то ожидаемых результатов, но это еще и вред тому сообществу микроорганизмов, которые находятся в почве. Ну и самый возмутительный ролик, который меня просто вообще расстроил до глубины души, это совет выращивать, воспроизводить самим такие препараты, как фитоспорин, например, или бактофит, в состав которых входит сенная палочка с помощью каких-то настоев сена, отваров сена, забраживания этого сена до появления пленочки, до размножения естественных штаммов сенной палочки и утверждения о том, что вот такого рода домашний препарат является точно таким же эффективным, как и вот эти промышленные препараты. Это возмутительно, потому что на самом деле для того, чтобы создать подобного рода препараты, микробиологи, фитопатологи трудятся очень много, трудятся настоящие ученые, которые из естественных популяций, из каких-то лабораторных популяций специальным образом отбирают именно те штаммы сенной палочки, именно те штаммы бацилюсуптилис, которые именно обладают сильным антагонистическим действием против целого ряда грибных патогенов, а также бактериальных патогенов, вызывающих опасные и зачастую трудноискоренимые заболевания растений. Это сложная работа, это научная работа, это работа рутинная, это работа, связанная с проведением больших и масштабных исследований, как в лаборатории, так и в полевых условиях. Поэтому никакие фитоспорины, никакие подобного рода препараты не получатся у вас, если вы будете просто дома варить сено или бродить это сено до появления пленочки и использовать эти препараты у себя в огороде. Конечно, вреда от использования подобного рода советов и препаратов, я их даже не могу назвать препаратами, просто варево какого-то, не будет у вас в огороде, ничего страшного не случится, но и пользы никакой не будет тоже. Вы просто упустите время и вы разочаруетесь в этих биологических препаратах, в их эффективности и, возможно, кто-то распространит свое мнение и недовольство такими препаратами на, в том числе, вот такие промышленные, производственные препараты, созданные настоящими учеными. Я надеюсь, что вы не попадетесь на вот такие вредные советы, теперь на уловки каких-то блогеров или советчиков в интернете и сможете по-настоящему оценить пользу и от биопрепаратов, и от всех остальных советов, которые мы стараемся вам давать. Всего хорошего!